Из 15 тысяч зарегистрированных в России ТОСов почти половина в Краснодарском крае. Территориально-общественное самоуправление стало главным помощником местного самоуправления. Мы сегодня видим, что ТОС – это составляющая местного самоуправления. Мы видим, что местное самоуправление в Краснодарском крае состоялось, и благодаря ему активность населения растет. О деятельности органов ТОС наглядно свидетельствовала тематическая выставка. Видно, что общественники занимают важное место в местном самоуправлении. Из-за этого называем наши ТОСы маленькими мэрами. Так и есть на самом деле, потому что никогда власть не дойдет до крайнего двора, на крайней улице, чтобы узнать проблему всех его жителей. Если не будет актив, если не будет общественников, которые будут в этом помогать. Здесь же подвели итоги краевого конкурса названия «Лучший орган ТОС» и наградили лауреатов. Анапчанка Наталья Ключникова второй раз является победителем конкурса. За первое место – 500 тысяч рублей. Уже есть планы сделать реконструкцию большой спортивной площадки 12-го микрорайона. Я коренной житель Анапы. Востоялась среди людей, среди населения. Поэтому сердце отдаем людям. Анапчанин Валерий Теунов председателем квартального комитета является только второй год. За второе место выделено 300 тысяч. Решили поставить спортивную площадку в хуторе Красном. Спасибо, хотел бы большое выразить моему квартальному комитету, который очень много сил отдает. И без их помощи мы бы не добились этого места. Так что я полностью разделяю эту победу вместе с ними. Наталья Пономаренко работает в квартальном комитете более 30 лет. В этом году заняла первое место по городу среди квартальных комитетов. А на краевом конкурсе – третье место. Третье место – это 200 тысяч рублей. Но работы предостаточно много. И сама сижу вот в автобусе и думаю, что же, с чего же начать. Конечно, только с озеленения. В последние годы такие встречи проводятся перед днем местного самоуправления, которое отмечается 21 апреля.